Конкретное предложение. Да что вы бы не со своим митингом? Что вам везде мерещится-то? Мы здесь сидим просто на заседании, соответственно, вашей рабочей комиссии. Вам везде митинг кажется. Чего вы так боитесь-то митингов? Я сижу спокойно и разговариваю с вами. И говорю вам о том, что сюда нужно звать чиновников, чтобы предметно разговаривать. Извините, больше не вижу смысла участвовать в этом собрании. Друзья, всем привет. С вами депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь слышали когда-нибудь о таком органе, как Общественная палата России? Я думаю, что большинство из вас вряд ли что-то предметное может сказать, потому что этот орган, к сожалению, почти не заметен. Но он существует и его цель, его предназначение в том, чтобы налаживать диалог между властью и обществом. На деле же получается, что почти все члены Общественной палаты назначаются чиновниками. И в действительности выражает лишь имитацию диалога между властью и обществом, а реально вот это взаимодействие, оно практически не происходит. Тем не менее, и я, и другие, скажем так, активисты, депутаты, мы пользуемся приглашениями Общественной палаты России, когда они происходят. Они же вынуждены как-то свою активность обозначать, соответственно, чтобы поднимать те вопросы, которые нас интересуют. И вот Общественная палата проводила на днях круглый стол по особо охраняемым природным территориям в Москве. По благоустройству, по уничтожению этих территорий. Соответственно, позвали меня в том числе, других активистов, депутатов, чтобы мы высказали свое мнение. Друзья, это было нечто. Во-первых, проводила некая Елена Шаройкина, которая особого отношения к экологии не имеет. И проводила, то есть мы находились в зале, а она модерировала дискуссию в дистанционном режиме. В дистанционном. Понятно, что из этого ничего хорошего не получилось. И потом было множество активистов, депутатов, которые высказывали свои претензии по конкретным территориям. И в ответ им был всего один чиновник из департамента городского имущества. ДГИ. Причем здесь городское имущество, когда речь идет об особо охраняемых природных территориях? Почему там не было департамента природопользования? Почему он не уступал? Мне совершенно непонятно. Или там Министерство природы, например. Или департамент капремонта, который проводит благоустройство в этих особо охраняемых природных территориях. Но их не было никого. Был только ДГИ, который, естественно, сказал чиновник о том, что это не наша компетенция. Извините, ответить на ваши вопросы не можем. И ровно об этом я за пару минут до того, как он это сказал, Я предупредил об этом председателя о том, что так и будет, что никто нам ничего не скажет на этом собрании. Но посмотрите, в общем, пришлось общественной палате высказать то, что я думаю о том мероприятии, которое они организовали. У меня предложение по формату вот таких встреч наших, вот его немножко изменить. Вот, Елена Акинфовна, смотрите, у нас активисты высказываются и как будто бы вот просто они плачут сами себе. Это немножко неправильно. Мне кажется, здесь должны находиться чиновники, ДПО, департамент капремонта. И специалист сказал, активист Анна Александровна по Покровскому встречу, ей тут же должны ответить, здесь же, чиновники. Значит, зачем мы здесь собираемся? Просто друг друга, что ли? Мы и так все эти проблемы знаем. Стоп, 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 подождите. Вы здесь собираете целое собрание на базе общественной палаты с претензией на решение каких-то вопросов. В итоге вы говорите, что активистам, что идите в суд, идите в прокуратуру, другого выхода нет. Да мы и так туда ходим, у нас вот типа отписок из судов, из прокуратуры, понимаете? Мы сюда к вам пришли, чтобы вы сюда позвали чиновников. Потому что вы, по сути дела, правительственная организация. И именно вы имеете возможность сюда звать чиновников, понимаете? Чтобы они нам здесь отвечали на вопросы. Это необходимо, а не чтобы мы друг другу тут душу изливали. А вы приглашали вообще-то? Вообще-то не приглашали. Никогда мы будем ходить не будем. Но мы не знаем, звали или нет. Подождите, подождите, Елена Федоровна, давайте не будем. Вот мы сейчас обсуждаем вопросы благоустройства, вопросы природоохранных территорий. Причем здесь департамент городского имущества, который вы пригласили. Он явно не ответит. Вот мне, например, один из вопросов, который я хотел обсудить по особо охраняемой природной территории, это парк Косинский. Я запрашивал, на каком основании изъяли оттуда 31 гектар территории. Сейчас там промзона планируется. Мне ответили, что якобы было заключение зала научно-исследовательский и проектно-иссискательский институт градостроительного и системного проектирования. К экологии никакого отношения организации не имеют. Но само заключение не отказались предоставить, а просто написали о том, что якобы эта территория утратила природный статус. Почему она утратила природный статус? Вот там есть краснокнижные животные, краснокнижные птицы, например, еж, двухцветный кожан, горностая, ласка, черный корь, заяц-русак, кустелька, куропатка, коростель, чибис. Понимаете, вот в чем мне департамент городского имущества? Он мне ответит на то, что, соответственно, почему исчезли они? Он мне сейчас сможет на это ответить? Нет, не сможет ответить. Поэтому здесь нужен департамент природопользования и охраны окружающей среды. Понимаете? А почему не пришли? Может, их не звали? Звали. Вот они должны отвечать сейчас. Мы даже не можем это обжаловать, потому что нечего обжаловать. Нам не предоставляют этих данных. Даже мне, депутату, по моему запросу не предоставляют это заключение. Хотя даже в ГОСТЭН, я имею право требовать, если у меня есть документ. Все остальные документы беспрекословно должны предоставляться по закону о статусе депутата Мосгордумы. Мы сюда пришли, потому что мы не можем добиться этого. Поэтому у вас федеральная площадка. Вы общественная палата России. Не Москвы, а России. Вы говорите, что вы по всей России ездите. У вас огромный опыт. Так решайте наши проблемы. Приглашайте московских чиновников. Иначе зачем мы здесь? Собрались-то сюда. Зачем вы отрываете наше время и сюда приглашаете? Коллеги, если позволите, позвольте вам скажу ремарку. Дайте, давайте вернемся к третьей нашей встречи. Мы сейчас расскажем в режим вопросов и в режим выступления. Сергей Сергеевич, дайте слово. Да, Сергей Сергеевич, я пользуюсь. Продолжим ваше выступление. А потом мы придем к следующему. Хорошо. В процессе будет обсуждение. И тогда мы зададим вам вопрос. Вы сейчас как-то решили попросить динамо-дратором? Ну, не только это слово. Я знаю, слово всем. По вопросу сейчас, как говорится. Сейчас выступает динамо, видимо, где-то нет разглашения. По-моему, это слово, а потому что надо бы еще уходить. Да, есть предложение. Продолжение, в первую очередь, обеспечить участие чиновников в таких мероприятиях. Потому что без них обсуждать тут нечего, в принципе. Потому что мы решения не принимаем. И если говорить про Мосгордум, мы понимаем, что большинство у партии «Единая Россия». Не Сергей Сергеевич Митрохин, который, соответственно... Конкретное предложение такое у вас? Конкретное предложение? Да что вы бы не со своим митингом? Что вам везде мерещится-то? Мы здесь сидим просто на заседании, соответственно, вашей рабочей комиссии. Вам везде митинг кажется. Чего вы так боитесь-то митингов? Я не понимаю. Я хочу сказать, что вы сидите на митинге и говорите не договаривайся. Я сижу спокойно и разговариваю с вами. И говорю вам о том, что сюда нужно звать чиновников, чтобы предметно разговаривать. О том, почему нам не предоставляют проекты сокращения особо охраняемых природных территорий. Почему ДПО нам этого не предоставит? Чтобы мы могли хотя бы в суд пойти. И на самом деле суд это неправильно с точки зрения диалога между властью и обществом. Вот сидит Виктор Данилов Данильян. Например, чиновники должны представить заключение. Он должен дать свою экспертную оценку этому. И вот в нашем присутствии, в присутствии депутатов, активистов, мы должны наблюдать за этой дискуссией специалистов. Ничего подобного не происходит. Понимаете? Ничего. Просто чиновники понимают и скрывают то обоснование, на котором они сокращают особо охраняемые природные территории и какое-то благоустройство туда впихивают. Вот в чем проблема-то основная. И мы должны обеспечить участие чиновников и публикацию всех вот этих актов, которые чиновники сокращают ОПТ и планируют благоустройство. И в рейтинге раз, два, два, два. Есть еще какая-то разница. Если нет, то я передаю, что можно, у которых есть присутствие. Давайте, хорошо, передавайте. Я вам только что объяснил, почему представитель ДГИ не сможет ответить на вопросы об ООПТ. Ну ладно, давайте послушаем. Что и требует показать. Посмешки превратили это в заседание. КОНЕЦ 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 Мы не имеем отношения. Мы не имеем отношения. Есть, есть, есть. Есть. Мы не имеем отношения. Мы не имеем отношения. И меня, я, 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 или 11. А у нас бы стоит территория, прям на территории… Хватит того, что нужно. Попаш, пожалуйста. И 10 дней ждать или нет, сколько? Извините, больше не вижу смысла участвовать в этом собрании. Я тоже.